Проект постановления правительства об ограничении на импорт медтехники согласован профильными министерствами. Об этом заявили в Минэкономразвитии. Осталось только дождаться оглашения конкретного списка иностранных медицинских изделий, которым путь в Россию будет заказан. Уже известно, что частные клиники по-прежнему смогут закупать иностранное оборудование, а вот государственным придется работать либо на отечественном, либо на произведенном в странах таможенного союза. Олег Кузьмичев отправился в госпиталь, чтобы оценить их оснащенность и понять, достаточно ли у врачей российской высокотехнологичной техники, чтобы вылечить всех нуждающихся. Это наш самый любимый ускоритель. Новейшее оборудование, лучшие операционные, научному центру радиологии и хирургических технологий в Песочном перед министром здравоохранения есть чем похвастать. Одних только лучевых ускорителей 7 штук. Такого, говорят, и в Европе-то не везде найдешь. Еще больше бы гордились медики, если бы все это оборудование было отечественное. Но нет. С удовольствием мы поработали на этой технике, но, к сожалению, мы пока не видим такой техники отечественной. Ее, видимо, все-таки нет. На те же отечественные коляски, те, кому они нужны, на них даже не оборачиваются. У председателя Петербургского общества инвалидов коляска немецкая. Для спорта используют английские. Сейчас в обществе с опаской ждут списка запрещенных к импорту медицинских изделий. Вдруг и коляски туда попадут. Та же хирургия, та же микрохирургия, она все равно основана на интеграции производств различных государств. Если мы сейчас резко переставим поставлять туда запасные части или расходные материалы, то пострадают только наши граждане. Мне кажется, это несколько дико. Предположить, что медтехники таможенного союза заменят весь импорт медоборудования сложно. Рынок медицинских изделий от поставок из-за рубежа зависит, по словам экспертов, в некоторых сферах на 90%. В сегменте искусственной вентиляции легких только 15%. Оборудование отечественное. Поэтому моментальный запрет ничем хорошим не закончится. Если мы сегодня переориентируем нашу экономику на производство на нашей территории, я буду голосовать двумя руками за. Но если мы это сделаем резко, то это будут игры, за которыми будут мальчики кровавые в глазах. Потому что если мы это сделаем резко, то в конечном итоге мы истребим огромную часть нашего населения. Переходить на отечественный продукт уж точно не собираются в частных клиниках. Запрет на импорт касается госучреждений. И медики сейчас вместе гадают, что в этот список попадет. Но врачи-частники коллегам из государственных клиник искренне сочувствуют. У нас нет желания сделать что-то не так, сделать неправильный провести тендер и каким-то образом купить не то оборудование, которое необходимо. Если бы российский производитель сегодня производил оборудование, устраивающее нас по качеству, естественно, мы бы работали только на российском оборудовании. Список иностранного оборудования, которое собираются запретить, так и держат в секрете. Сегодня министр здравоохранения подтвердила, что сейчас документ прорабатывают. Но опять, что составит этот список? Ни слова. Есть то, что не просто конкурентно способно, а с одной стороны более качественно, а с другой стороны более дешево и создает рабочие места для россиян. Поэтому это будем поддерживать. Но говорить о том, что это распространится огульно на всю технику, конечно нет. Весной этого года в России уже собирались запретить импорт медоборудования. Но тогда медицинское сообщество отстояло свое право пользоваться теми инструментами, что лучше. Сейчас во время диалога санкций в этом уверенности меньше. Но все-таки медики надеются, что медицина останется вне политики. Олег Кузьмичев, Петр Конопатов, Наталья Глухова и Валерия Кравцова. Последние известия Петербург.